Господи Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приливы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня вторник, и мы продолжаем с вами чтение послания святого апостола Павла к евреям. Девятая глава стихи с восьмого по десятый и стихи с пятнадцатого по двадцать третий. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Сим, Дух Святой, показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, немогущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с явствами, и питьями, и различными омовениями, и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. И потому он есть ходатай нового завета, дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в первом завете, призванные к вечному наследию, получили обитованные. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Потому что завещание действительно после умерших, оно не имеет силы, когда завещатель жив. Почему и первый завет был утвержден не без крови? Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленную, и иссопом, и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря, это кровь завета, которую заповедовал вам Бог. Также окропил кровью и скиню, и все сосуды богослужебные, да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самая же небесная, лучшими сих жертвами. Дорогие братья и сестры, важный отрывок. Будьте внимательны. Послание к евреям, 9 глава, 8-10 стих. О чем здесь говорится? Симдух Святой показывает, что еще не открыт путь в Освятилище, доколе стоит прежняя скиния. Доколе стоит прежняя скиния, Иерусалимский храм. Действительно, был конфликт иудаизма и христианства, который нарастал с течением времени к 70-му году до разрушения Иерусалимского храма. На место ветхого пришло новое. И действительно, были препятствия среди иудеев, ведь послание это к евреям, и здесь о них в основном идет речь. Соответственно, прежняя скиния стоит. Доколе она стоит, очень сложно воспринять нечто новое, потому что эта скиния, она аккумулирует вокруг себя вот эту атмосферу еврейских праздников, атмосферу еврейской обрядности, не еврейской, а именно ветхозаветной обрядности. Она есть образ настоящего времени, не нашего, а времен написания данного послания, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенно приносящего. Важное замечание. Я уже об этом говорил и повторяю много раз при чтении других посланий апостола Павла, рассуждения вообще на тему священного писания нашего спасения, о том, что ветхозаветные жертвы не могли, об этом нам сово священное писание говорит, они не могли сделать совершенным в совести приносящего эти жертвы. Они не очищали, как очищает наш сейчас от грехов, кровь Христова. Не омывало кровь, оно лишь покрывало на время и скорее в большей степени было символом того, что надлежит быть новой, истиной, всепокрывающей, прощающей жертве. Это жертва Нового Завета, это заклоны на кресте, агнец Божий, как говорит нам книга Апокалипсис, откровение Господа Иисуса Христа, зафиксировано Иоанном Богословом. Итак, и которая с явствами и питьями, потому что были разные жертвы, и одна из жертв предполагала то, что заклонное животное разделывалось священником по особенному, и часть жертвы сжигалась, часть жертвы потреблялась тем, кто ее приносил, и часть жертвы отдавалась священнику. И это был взаимный пир, в котором участвовало трое. Бог, согрешивший и принесший жертву, и священник. И различными омовениями, обрядами, омовения от скверной, различные обряды, относящимися до плоти, то есть я прикоснился к мертвецу, я нечистый, я должен омыть себя. Установлены были только до времени исправления. Что же это за время исправления? Как раз-таки Новый Завет. И потому он есть ходатай Нового Завета. Кто? Господь наш Иисус Христос. Дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, через смерть Иисуса Христа, мы приносится искупление, мы искуплены его смертью. Поэтому в строгом смысле хронологически Новый Завет начинается именно со смерти Господа Иисуса Христа на кресте. «Сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное». А что обетовал? В том, что все племена земные в семени Авраама наследуют землю, землю обетованную, у которой есть рай. Соответственно, аллегорическое толкование нам в этом здесь помогает, «Семя Авраамова» — это и есть Христос, потому что там говорится о семени в единственном числе, а не о семенах, как бы о многих. Соответственно, призванные к вечному наследию, то есть все уверующие во Христа, они становятся автоматически через веру в то, что искупительная жертва Иисуса на кресте нас спасает. «А мы становимся с вами наследниками обетования». Ибо где завещание, а ведь что такое завет? Завет — это завещание. Это некий договор. Ведь что вот в современном нашем мире завещание, что такое? Это некий документ, который подтверждает волю умершего о чем-либо. Если вот так вот в общем и абстрактно говорить, да? Соответственно, но когда вступает в силу этот документ, скажите мне, когда умирает завещатель, соответственно, завет мог вступить в силу, новый завет, только когда Господь умер на кресте, иначе этого не могло быть. И так заключались все заветы, о чем дальше, и повествует данное послание. Потому что завещание действительно после умерших. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. Поэтому Христос должен был умереть. И он это понимал. «Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону пред всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водой и шерстью, червленную и сопом, и окропил как самую книгу, так и весь народ». Говоря, это кровь завета, которую заповедовал Господь. И первый завет, символически, взяв кровь тельцов и козлов, вот этих жертвенных животных, окропил эти слова завета, эти скрижали завета, которые он принес с горы Синайской народу Божьему. Как необходимый документ, на который нужно поставить подпись от народа. Потому что это союз, договор, как некий завет между народом Божиим и Богом. И печатью, вот этой подписью, этого, то, что это действительно должна была стать кровь, скрепляется кровью жертвенных животных. Но это был символ, символ того, что должно было произойти в будущем. Истинная, единственная жертва и истинная кровь. Так же окропил кровью и скинию и все сосуды богослужебные. Да и все почти по закону очищается кровью и без пролития крови не бывает прощения. Мы прощены кровью Спасителя, искуплены. Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное, лучшими сих жертвами. Образы, то есть богослужебная утварь, ветхозаветные образы, они очищались кровью жертвенных тельцов, а самое небо для нас стало доступным через большую жертву жертвенных животных, через кровь Агнца, Сына Божия Иисуса Христа. Будем веровать в эту спасительную жертву, исповедовать ее через наши добрые дела, через нашу жизнь в церкви, через участие в церковных таинствах и прежде всего таинстве тела и крови Спасителя. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое превыше небес. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok